Хочу уделить отдельное внимание вопросу о том, как заработать в финансовой пирамиде. Дело в том, что говоря о пассивном заработке, создании источников пассивного дохода, огромное количество людей, преимущественно молодого возраста, почему-то сразу подразумевают хайпы и финансовые пирамиды. В интернете ежедневно рассылаются миллионы предложений быстрого заработка в высокодоходном проекте. Пассивного дохода в интернете, которые все по сути являются финансовыми пирамидами. Никогда не стоит рассматривать финансовую пирамиду как основной источник получения пассивного заработка и тем более как единственный источник пассивного дохода. Пассивный доход это несомненно то, к чему следует стремиться, однако совсем в другом направлении, нежели участие в финансовых пирамидах. Для получения пассивного заработка лучше займитесь инвестиционной деятельностью. Участие в финансовых пирамидах не является инвестированием, даже если вас привлекают именно такой рекламой. Заработок в финансовой пирамиде это своего рода лотерея, в которой, как известно, выигрыши остаются прежде всего ее создатели. Однако, сложно не согласиться с тем, что отдельные участники тоже могут выиграть. Гарантировать такой выигрыш нельзя никак, а вот увеличить его вероятность можно попробовать. Итак, рассмотрим некоторые правила, как заработать в финансовой пирамиде. Правило первое. Участвовать лучше в тех пирамидах, которые не кричат, что вы заработаете 100%, которые не выдумывают, что ваши вложения полностью чем-то обеспечены и нет никаких рисков. Правило второе. Вкладывать в финансовую пирамиду можно только такую сумму, которую не жалко потерять. Фактически, лучше сразу считать, что вы расстаетесь с этой суммой. Не нужно воспринимать участие в пирамиде, как способ заработка. Воспринимайте это как лотерею, как игру. Вы же никогда не купите лотерейных билетов на огромную сумму. Правило третье. Ну и тем более, ни в коем случае нельзя вкладывать заемные и кредитные деньги. Казалось бы, простое правило, которое касается вообще любых инвестиций, но есть немало людей, которые его нарушают. Четвертое правило. Категорически нельзя участвовать в финансовых пирамидах, если ваше финансовое состояние находится ниже черты бедности. Возможность вкладывать деньги, чтобы их потерять, это прерогатива состоятельных людей. Бедные не могут себе этого позволить, поэтому даже думать не стоит, как заработать в пирамиде. Правило пятое. Введите диверсификацию капитала. Понятие подразумевает распределение денежных средств разными долями по разным вариантам. Убыточный результат в одном направлении должны перекрыть другие оставшиеся варианты, принося, соответственно, прибыль. Правило шестое. Участие в финансовой пирамиде лучше всего начинать с самого начала ее образования. Однако, лишь в том случае, если вы видите реальные перспективы развития этого проекта. То есть, авторитет руководителя, его предыдущий опыт, количество закупленной рекламы и так далее. То есть, хорошо раскрученный бренд имеет немаловажное значение. Правило седьмое. Не вступайте в финансовую пирамиду, если она находится уже на пике своего развития. Если вы видите, что многие люди уже заработали в пирамиде, среди них есть даже ваши знакомые, которые подтверждают, что действительно все платится. Вступать в проект, скорее всего, уже поздно. Ведь долго они не живут. Правило восьмое. Старайтесь вывести свой капитал из пирамиды как можно быстрее. В первую очередь, сразу же выводите деньги, которые вложили. Как только вывод станет доступен. Помните, что главное в данном случае не заработать, а вернуть личный капитал. И пока деньги не будут у вас на кошельке, это не ваши деньги. Правило девятое. Не жадничайте. Лучше заработать меньше, чем потерять вложенные деньги. Очень важное правило. Например, если вы заработали 10-20%, ну максимум 30% к своему депозиту, то выходите из проекта. Этого достаточно. А с другой стороны, именно в этот момент вы наблюдаете, что проект открывает новые языки, заказывает больше рекламы, проводит какие-то конкурсы. Позитивное настроение вкрадывается в ваше подсознание. И естественно, хочется не только делать реинвест, но и вложить еще больше денег. И в этот момент вы будете себе говорить, ну вот, еще заработаю совсем-совсем немного, чтобы до полной суммы. А когда вы заработаете еще, то будете говорить себе опять что-то подобное, находя новые причины. Именно так это и работает. Именно так и теряют бабки. Правило десятое. Всегда и везде имейте холодную голову и не поддавайтесь эмоциям. На самом деле это не так просто и приходит с опытом. Любое достижение вообще приходит с опытом. И тем более, если вы новичок в пирамидах, то будьте готовы к потере финансов. Когда вы станете вариться в этой теме, то параллельно станете встречать очень много заманчивых предложений. Нужно научиться говорить себе нет и не иметь синдром упущенной выгоды. Правило одиннадцатое. Не верьте руководителям пирамиды. Они никогда не скажут вам правду о том, что пирамида рушится и до последнего будут обманывать, говоря, что все в порядке. Ведь это в их интересах. Даже намек на подобное заявление сразу же развалит любой проект, так как все поспешат выводить свои деньги. Ну и соответственно, не стоит доверять статистикам вкладов, выплат, сроках работы проекта и другой информации, представленной на сайте пирамиды. Например, открывается какой-то проект, он работает, работает, люди зарабатывают, а потом он закрывается. Через короткое время он открывается снова. Статистика обнуляется и получается, что якобы проект только-только открылся. В таких перезапусках заработать практически нереально. Они делаются для того, чтобы не платить. А когда был первый запуск у проекта, то люди делали посты в соцсетях, на форумах, делали видео в ютубе. А человек, увидев эту красочную рекламу, заходит в проект и видит, что он якобы только открылся, радуется, вкладывает и теряет деньги. Правило двенадцатое. В сфере пирамид не верьте вообще никому и ничему. Тут так принято, что врут все и даже неосознанно. Например, лично наблюдал, как открылся проект, проработал один месяц, все уже заработали более 100%. А в чат зашел новичок и спросил, в какой проект ему бы порекомендовали вложиться. Ну и все ему начали говорить на тот момент о сильно раскрученном проекте. Он смотрит и говорит, так этот же проект уже месяц отработал. А они ему типа админ опытный, его проекты всегда дают более 200%, реклама только-только запустилась, в общем так далее и тому подобное. Найдут миллион причин. В итоге он вложился, а проект на следующий день закрылся. На подсознательном и даже на сознательном уровне задача людей, которые уже вошли в пирамиду, приглашать еще людей в проект, чтобы он проработал как можно дольше, чтобы они заработали как можно больше. А на вас всем наплевать. А если будете возмущаться, то вас просто выгонят. Правило тринадцатое. Достаточно важное правило аксиома пирамид. Возмущаться и негативить действительно не стоит, какая бы ситуация не сложилась. Если проект продолжает платить, то значит все хорошо. Негатив это как вирус, который распространяется очень быстро, а значит люди забирают деньги из проекта, приток новых лохов прекращается, и в итоге проекту ничего не остается, как закрыться. Хотя админы проекта могут сделать это еще раньше, ведь они смотрят на настроение в чатах, смотрят, что люди говорят. Например, если человек сказал в каком-то чате, что он больше не будет вкладывать или реинвестировать, и такое настроение поддержали другие люди, которые опять же таки как вирус передали свои настроения на еще большую аудиторию, то какой смысл проекту продолжать работать дальше? Поэтому в этой блядской сфере остаются два варианта. Либо сидеть, молчать, либо поддерживать позитивные настроения. Правило 14. Безопасность. Данные от кошельков должны быть надежно сохранены вне зоны доступа других людей. Подбирайте сложные пароли и делайте их постоянно разными. Записывайте в недоступном месте, а лучше запоминайте. Важным моментом является выбор почтового ящика для прикрепления всех учетных записей. Желательно ставить продвинутую систему безопасности, которую даже в теории будет невозможно взломать. Цените сохранность денег. Пользуйтесь защищенными способами хранения информации. Никогда не переводите деньги с банковских карт. По возможности не оставляйте своих настоящих данных. В принципе, это правило актуально вообще для всего интернета. Правило 15. Всегда помните о правилах выше. Если вы дослушали видео до этого момента, то поздравляю, у вас действительно есть потенциал зарабатывать в пирамидах. Для вас я оставлю данную информацию в текстовом виде с ссылкой в конце описания данного ролика. Пожалуй, эти правила можно считать основным ответом на вопрос, как заработать в финансовой пирамиде. Еще раз напоминаю, что заработок в хайпах не стоит воспринимать как оптимальный способ пассивного заработка. И уж тем более участие в финансовых пирамидах не приведет вас к финансовой независимости, о чем любят утверждать люди, рекламирующие подобные проекты. Поэтому лучше всего ориентируйтесь на более надежные источники пассивного дохода, с ними у вас будет гораздо больше шансов улучшить свое финансовое состояние и стать на путь к финансовой свободе. Надеюсь, что эти рекомендации будут полезны. Спасибо за просмотр. Всем привет! Это тема для тех, кто хочет заработать реальные бабки. Только это для вас, люди. Мы с моей подругой два года голодали, нам нечего было жрать. Я почитал много литературы, спрашивал у друзей, у знакомых, но потом понял, что это все хуйня. И мне в голову пришла идея, мы просто ебнули богатого чувака. Вот он чувак богатый, мы просто его захуячили, реальные бабки, которые мы у него отобрали. Ребята, никаких нахуй казино, вулканов и прочих херни. Ебашьте богатых, ебашьте богатых, эта тема реально работает, это реальная тема, коэффициент выигрыша максимальный. Ебашьте богатых, вы скажете, а как же милиция, а у милиции зарплата хуй да нихуя. Половину бабок откатывайте и они на все закроют глаза. Ебашьте богатых, мой вам совет, это реально работает. Продолжение следует...